Мне задали вопрос, нужно ли менять имя при крещении. Мир вам, дорогие зрители! Мне часто задают вопросы насчет крещения в Армянской Апостольской Церкви. Самый распространенный вопрос по поводу имени. Даже жалуются, мол, крестили в Армянской Церкви ребенка, там в России, а ему не дали нового имени, как то принято в Русской Церкви. Несмотря и там, это проблематичный вопрос. В Армянской Церкви еще до геноцида и до советской власти ребенка крестили на восьмой день. И во время крестин нарекали именем. То есть, восемь дней ребенок был без имени. В разные времена, в разных местах имя должны были давать. Или родители, или крестные, или же сам священник во время крещения. И это было нормальным явлением. На сегодня, когда крестят взрослых или детей не раньше годика, то не имеет смысла давать имя, поскольку у них уже есть имя. Крещение – это не магизм, чтобы, меняя имя, менялась бы судьба человека. Чего, к сожалению, ждут многие, чтобы дела стали хорошо, бизнес процветал, нашли бы вторую половинку, ну и тому подобное. Крещение – это рождение свыше, от Духа Святого и воды. Не само имя освящает человека, а сам человек своей жизнью, в течение своей всей жизни, должен осветить это имя. Пример тому святые с именами, которые порой трудно выговорить. Они прожили богоугодную жизнь, из-за чего их имена вошли в вечность. Но, может быть, и наоборот, человек с именем какого-нибудь святого живет недостойно этого имени. Дорогие, вот я сам против такой практики, поскольку для меня лично нецелесообразно давать новое имя, если при этом это новое имя никак и никогда не будет использоваться в жизни человека. Давать имя ради того, что так делают в других церквях? 99,9% с новыми именами люди не используют своих новых имен. Их вспоминают в разговорах на эту тему. А мне в детстве священник поменял имя. Итак, кого мы обманываем или кого удивляем? Не есть ли это лицемерие? Поэтому мне не понять и тех священников, которые ревностно меняют имя взрослому человеку и даже ребенку, порой даже не предупредив. Их об этом. Бедные потом сожалели, что крестились. Тем более, если на этот день выпадает праздник святых Бура, Вормоздан, Гликерий, Гурий, Индис, Калиника, Калистрат, Ламвеус, Прот, Шина и другие. Все это может стать поводом для насмешек. Ну скажут, что такие имена не дают в церкови. А почему? А что они, плохие святые или их имена плохие? Дорогие, вот поэтому, когда решите крестить детей или сами решитесь в сорокалетнем возрасте креститься, то не ждите, чтобы ваши имена меняли и не требуйте этого у священников. Старайтесь воспитывать своих детей по христианским ценностям, подавая пример им своей жизнью. И сами заранее договоритесь со священником, что вы не собираетесь менять имя себе или детям, чтобы не впасть в неприятную ситуацию, потому что может быть священник, который решит менять имя. А если все же и решитесь поменять имя, то с условием, что измените и в паспорте, и во всех документах. В противном случае для чего и менять. На сегодня столько, дорогие. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Спасибо вам и храни вас Господь.